Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юбак Игорь. Моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Христос Се Рожда. Друзья, сегодня 7 января. Сегодня Рождество Христовое. Хотим всех поздравить, пожелать счастья, мира, любви и всего самого лучшего. И хотелось бы сегодня снять такой ролик о процессе зимней зимовки пчел, так как сейчас уже началась вторая половина зимы. И начинаете звонить, писать, задавать вопросы по поводу того, вот почему пчелы зимуют так, почему собрались там, почему они сверху, когда начинать подкармливать и тому подобное. И исходя из этих вопросов, когда ведешь диалог с ребятами, понимаешь, что ну как-то или эти ребята не совсем понимают сам принцип зимовки пчелиной семье или что происходит, но решил снять на это видео, потому что мы как бы рассказываем, показываем, но складывается впечатление, что нас не особо понимают. И сейчас хотелось бы более подробно рассказать. Ну, перед тем тоже начнем, так как нельзя приравнивать зимовки. Ну, скажем не так, скажем так, что сколько нас есть пчеловодов, столько и есть методов зимовки, так как у каждого разные. У каждого разные на это климатические условия, разные улики, разные кормовые запасы. Отличается практически все. И ну нельзя равнивать нашу зимовку с какими-нибудь другими зимовками в других или ульях. Даже если мы в одном регионе будем стоять, а улья будут разные, уже даже это нельзя сравнивать. Так как, если визуально смотреть под крышку улья, вы увидите, ну, немного-то разную картину, исходя даже из одной местности. Так как это все играет роль. Играет роль улик, играет роль утепления, играет роль кормовые запасы, объем пчелиного гнезда и тому подобное. Ну, а в общих чертах, как бы это все не влияло на это все, а для пчел зима все равно остается зимой и они пытаются, что для них зима. Это у них определенный кусок времени, за который они пытаются, как бы сказать, которые они пытаются пережить для того, чтобы весной начать активную жизнедеятельность, ну, дать новое потомство. Что им для этого надо? Им для этого надо, ну, кто продолжительница рода в пчелиной семье? Это, конечно же, пчелиная матка. Соответственно, для того, чтобы она могла дальше репродуктировать свое потомство, ей нужны определенные параметры. Параметры, по большому счету, заключаются в поддерживании нужного микроклимата. Это идет определенная влажность и определенная температура, которую пчелы пытаются поддерживать в середине гнезда. Гнездо зимнее поделяется на два, как бы сказать, основных, на две основные части. Это идет оболочка, корка клуба и идет ядро клуба. Оболочка, корка клуба, это, что оно собой представляет? Ну, чтобы объяснить по-простому, это, как бы можно сказать, одежда для человека. Это оболочка, которая, край оболочки практически равен температуре уличной среды. И толщина этой оболочки, ну, прямо соответствует уличной температуре. Так как, если на улице более холодная температура, они более сжимаются для того, чтобы более уплотниться и сдерживать температуру. Если же температура более теплая, они, конечно, более рыхлые. Это можно наблюдать по, ну, температуре, когда вы смотрите в улик. Если когда очень холодно, пчелы более сжатые. Когда же теплее, пчелы более разрыхлены. А само ядро клуба, там немного другая жизнедеятельность. Там пчелы более, можно сказать, не так сжатые между собою. Они сидят практически, ну, практически на пустых сотах. Друзья, в литературе пишут, что пчелиная семья, пчелиный клуб, практически 70% всех пчел сидит на пустых сотах. Только 30% пчел сидят на медовых запасах. Ну, и для того, чтобы было более понятно, ну, смотрите, друзья, возьмем вот крышу. Подойди, Машенька. Вот размер крыши, как будто это рамка. И вот, например, да, вот мед, вот это мед. И вот, когда пчелиная семья вот так сидит, вот таким клубом, например, вот так, вот тут она сидит на пустых сотах. Но вот когда вот оболочка клуба, корка клуба тут, это не значит, что они тут поедают корм. Для того, чтобы вот этим пчелам взять корм, они, друзья, идут сюда вниз и доходят до того момента, где мед разогревший. Потому что вот тут основная температура и мед теплый тут. Они спускаются вниз для того, чтобы... А эти пчелы, которые сидят тут, им приходится подниматься аж сюда, брать, и вот идет такая ротация. Оболочка клуба составляет, ну, состоит из более старых пчел, а ядро с более молодых. И вот у них получается, друзья, вот такая вот жизнедеятельность, можно сказать так. Эти пустые соты служат для того, чтобы пчелам было легче поддерживать нужный им микроклимат в пчелином гнезде. Так как, если бы они сидели на полномедных рамках, а так есть ребята, которые посылают пчелиные семья, это не сказать, что они не перезимуют. Перезимуют, ну, это другая история. Сейчас мы говорим только, ну, пока об таком способе. Когда пчелы сидят в улочке, а улочка, ну, обычно составляет 12, как у нас, ну, например, с советских времен осталось. Сейчас же в европейский уже стандарт, у них улочка идет 10 миллиметров. Вот сидят пчелы между этим, а если тут 25 миллиметров корма, и только тут опять пчелы, через 25 миллиметров пчелки сидят. Соответственно, вот этому клубу очень тяжело вот нагреть этот шарик. А когда вот тут пустые ячейки, пчелы сидят между улочками, внутри в пустых сотах, и они более комфортно поддерживают температуру в самому этому ядре. Что позволяет, ну, не тратить, как бы сказать, корма. Ну, это так, простыми словами. Также надо отметить расположение клуба, ну, как клуб выглядит, потому что часто задают вопросы, вот у одного там внизу, одного вверху. Друзья, где собираются пчелы, это, ну, по большому счету, зависит от многих факторов. От самого уля, потому что пчелам, вот для того, чтобы держать эту нужную температуру, они будут искать себе подходящее место в гнезде. Если у них вот эти рамки, где будет зимняя ложа, находятся в середине гнезда, соответственно, они соберутся в середине. Если они у них будут сзади, так как есть у нас некоторые пчеловоды, которые разворачивают кормовые рамки кормом к летку, потому что знают, что пчелы собираются от летка, и из-за этого им дают туда мед. Что приводит к тому, что эти пчелы собираются внутри, потому что им нужно поддерживать температуру, а на тех сотах им более удобно это поддерживать, нежели на самом меду. И это все-все-все зависит. Также зависит сам корм, друзья, потому что есть, ну, смотрите, друзья, вот я говорю вам о том, что им нужно поддерживать температуру, и теплый улик этому способствует. Есть методы, которые зимуют без утепления. Друзья, никто не говорит, что они не перезимуют. Они перезимуют, но смотрите, это сравним как с двумя одинаковыми машинами. Одна будет ездить всегда по трассе, другая будет ездить всегда по бездорожью. Они, пройдучи одинаковое количество расстояний, останутся живыми. Но, одни, та, что будет по бездорожью ездить, она употребит больше энергии, ну, в качестве сжигания бензина. Также и в пчелиной семье она больше съест корма. Также эта машина, которая ездила по бездорожью, она больше выработает свой ресурс. Так тут и пчелы, друзья. Вот эти пчелы, которые, ну, они просто выработают свой моторесурс и состарятся. Быстрее состарятся, значит, быстрее они отойдут. И когда придет им время уже выращивать расплод, если полноценная, там, здоровая пчела сможет вырастить одну, две, три пчелы, ну, значит, больная сможет вырастить только одну. Это легко наблюдается в тех методах, когда после первого весеннего облета, когда начинают пчелиные семьи выращивать расплод, у многих пчеловодов наблюдается, как это сказать, ослабление пчелиных семей. Так как вроде бы была пчела, вроде бы был расплод, но пока новый расплод не начал лупиться, старая максимально отошла. Что привело к такому, что, ну, это визуально заметно. Потом приходится скорачивать семь. Из-за этого вот мы и держим, например, теплые улики и никогда их не разутепляем. И это хорошо, ну, даже кто нас смотрит, наш канал, это видно, потому что, когда мы, например, начинаем уже подлаживать вощину, некоторые только-только начинают скорачивать пчелосемя, потому что надо создать более комфортные условия. Так что зимуют они при любых условиях, если они здоровые и полноценные семьи, но им просто так будет тяжелее. Ребята, это простыми словами. Если хотите более конкретно как-то, пишите в комментариях, чтобы более конкретную тему я попытался вам объяснить. Также хочу заметить, друзья, что у пчел есть вредитель. Есть вредитель в виде клеща. Вароа. Который точно такое же существо живое, как и пчела, и как любой другой организм, который пытается жить. Оно пытается пережить эту же зиму и начать выращивать, ну, размножаться, можем так сказать. Но у них есть свои критерии. Им для того, чтобы существовать, нужен пчелиный расплод. Что можно наблюдать, ну, почему пчелы долго сеют? Некоторые, ну, почему приходят некоторые пчеловоды к разутеплению пчелиных дезв. У них одна только миссия для того, чтобы пчелиные матки перестали сеять. Сделать им холод, чтобы перестали сеять. Ну, можно так думать. Это один из вариантов. Но тут лучше все-таки бороться с клещом. Так как просто клещ хочет жить, он будоражит семью, он заставляет, можно сказать, провоцирует ее на яйцекладку. Так как пчелы чувствуют себя неполноценными, они пытаются вырастить себе расплод, чтобы все-таки перезимовать. Что позволяет клещу благополучно развиваться? Зимой же тоже он их терроризирует, что приводит к тому, что они раньше начинают сеять. Что тоже приводит к тому, что, ну, ну, конечно, клещ такой паразит, что он, смотрячи на себя, не осознает, что он может принести гибель пчеловиной семье и вместе с пчеловиной семьей, ну, умереть. Но, тем не менее, паразит он и есть паразит, как и мы люди. Живем на планете, а засрали ее, да не могу. Так что так, что еще могу сказать? Ну, друзья, попытался вроде бы объяснить коротко, ну, оно не получилось коротко, но более-менее, я думаю, доходчиво. Если есть какие-то вопросы, конкретно задайте, и мы снимем на это ролик. Потому что, ну, не знаю, как по-другому уже ответить. Мы, пчеловоды, формируем пчелиную семью на землю. От нас зависит. Также у пчелиных семей в процессе поедания корма в пчел есть определенный, сказать, пик того момента, когда в них, ну, скажем так, больше не встает корм. Когда они уже его столько наелись, что каловые массы в их организмах приходят к критичную отметку. Это составляет около, я точно не помню, около 45 процентов от всего веса. Около 45 миллиграмм. Это уже максимальное. И, друзья, надо рассчитывать, что у вас есть у каждого зимний период разный. У нас столько, у кого-то столько, у кого-то столько, у кого-то столько. И надо понимать, чтобы за этот период пчелы, съедавшие корм, не перебрали вот этот максимальный порог употребления корма. А корм пропорционально зависит, поедание корма пропорционально зависит от поддержания нужной температуры. Соответственно, если у вас улик более холодный, соответственно, им надо больше поедать, чтобы держать эту температуру. Если у вас более теплый улик, они меньше поедают, чтобы поддержать эту температуру. И после того, когда приходит этот пик, ну, этот лимит этого веса поедания кормов, каловые массы начинают их будоражить. Что приводит к опонашиванию, ну, и к заразе другой, которая тоже может привести к гибели пчелиной семьи. Так что, друзья, как ни крути, все равно. Но теплый улик будет лучше для зимовки, нежели холодный. Также есть такой миф, который говорит, что на черных рамках пчелы лучше зимуют. Друзья, я не знаю, кто придумал этот миф, не знаю, это, наверное, еще до меня. Конечно, до меня, потому что я еще молодой. Но это миф. Потому что даже в литературе описано, есть научные работы, где доказано, что на светлых рамках намного лучше пчелы зимуют, нежели на темных. Так как в темных рамках происходит быстрейшая кристаллизация меда. Так как в них остаются определенные кристаллики старого меда. И это приводит к различным вот таким неприятностям. Также эти рамки способствуют различным инфекционным, ну, различным заразам. И это приводит к хуже зимовке, нежели на светлых рамках. Так что, если кто-то поддерживает такого метода, знайте, это не совсем так. Что еще могу сказать? Ну, друзья, задавайте вопросы, все расскажу. Попытаюсь объяснить доступным языком для каждого. Так как зимовка, ну, когда я начинал заводить пчел, все меня пчеловоды, ну, как бы страшили о том, что зимовка это, как бы сказать, экзамен для пчеловода. Про бывшую пару зимовок я понял, что это не настолько страшно. Как ты их спустишь, так ты их и найдешь, по большому счету, весной. И для меня на сегодняшний момент зимовка уже совсем не опасный для меня период. Для меня более опасный период, когда весной начинается развитие, а я что-то не успеваю. А зимой, да, есть определенный отход. Ну, в эти годы он составлял около 2%, но это по большому счету ничего. Так что нет в зиме ничего страшного. Зимовка, как вы их соберете, так вы их и весной посчитаете. Так что, друзья, задавайте вопросы, будем отвечать. Еще раз поздравляю всех с Рождеством Христовым. Все, подписываемся на наш канал, с вами классы, кому не нравятся дизлайки. Все, всем пока-пока. Продолжение следует...